Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, проведем технический анализ, проведем также технический анализ токена MCRT, проанализируем общую ситуацию на рынке, подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк, очень много информации я дам в этом видео, и также покажу вам, что рассказал мне чат GPT. Я спросил его, в какие активы лучше заходить, если действительно будет дефолт в Соединенных Штатах. Я покажу вам, что мне ответил чат GPT. А прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по биткоину. Открываем графики. Рынок, конечно, красный. Даже если есть рост каких-то активов, то он незначительный. Мета плюс 1%, MCRT 0.56%, биткоин тоже прошел вниз, 26200. И обратите внимание, что происходит с торговыми объемами на биткоине. Это были торговые объемы в 2021 году на бычьем рынке. И посмотрите, какие сейчас торговые объемы. Вот посмотрите, на пике был рано, когда биткоин стоил 69 тысяч, какие были объемы. И какие сейчас торговые объемы на биткоине. Объемы довольно большие. Это очень важное наблюдение. Биткоин сидит в восходящем расширяющемся клине. RSI находится в зоне перекупленности. Я предупреждал, когда еще биткоин стоил 29-30 тысяч долларов, предупреждал, что пора выходить. И теперь биткоин уже опустился до отметки 26 тысяч долларов. Я все еще думаю, что биткоин пройдет еще ниже. Потихоньку будет опускаться на вот эту трендовую линию. На дневном RSI находится в перепроданности. Вышел биткоин вниз в итоге из этого симметричного треугольника. Я, конечно, предсказывал именно такое развитие событий. К сожалению, он не прошел вверх перед этим. Просто биткоин тупо сразу пошел вниз. И я думаю, что он идет к трендовой линии на 23400. Вот здесь вот еще есть уровень поддержки у битка на 25100 долларов. Может быть, можно ожидать отскока от этого уровня. Можно, конечно, соответственно, попробовать и пошортить до этих уровней. Пойдет на ретест этого треугольника биткоин. И от нижней его границы можно зайти в шорт. И шортим до 25 тысяч долларов. Либо даже до 23 тысяч долларов. Это дает нам соотношение риск-прибыль 9,4. Риск 371 доллар. Заработать можно 3493 доллара. На четырехчасовом таймфрейме RSI в перепроданности. На часовом RSI в перепроданности. Ну а можно ожидать в ближайшее время какого-то движения вверх на битке. И затем биткоин пойдет вниз. Вот такая у меня торговая идея. Цена открытия здесь 26789. Стоп-лосс на 27161 доллар. И цит-профит на 23295 долларов. Прекрасно. Так, идемте дальше. И теперь поговорим вот о чате GPT. Я задал ему вопрос. Вот что я написал в чате GPT. Используй все наилучшие знания лучших инвесторов. Прими во внимание последние пять лет. Какие лучшие пять акций взять на следующие пять лет? Дай мне чисто список пяти активов и ничего больше. И вот то, что он дал. Тикеры вот таких активов. А технически-то анализ очень хороший, на самом деле, по этим акциям. Может быть, сейчас даже вам покажу. Где-то у меня здесь я сохранял в списке. А вроде бы нет. Все-таки я не добавил в свой watch list. Давайте, может быть, вручную сейчас найдем. Вот Disney давайте откроем. Прямо удивительные советы, конечно, дает чат GPT. Disney находится в перепроданности, сейчас сидит на уровне поддержки. Посмотрите, посмотрите, действительно, вот тут даунтренд на Disney. И подошел к уровню поддержки Disney. В зоне 90 долларов примерно находится этот уровень поддержки. И первый раз Disney коснулся этого уровня еще в 2015 году. Сейчас Disney снова опустился к этому уровню. К уровню 2015 года. Посмотрите, вот во время ковида потерял, конечно, капитализацию Disney. Но, как я учу на своих курсах по трейдингу на фондовых рынках, нужно смотреть на финансовые показатели компании. Соотношение цена-прибыль составляет 39,83. И общий доход увеличивается. 82 миллиарда долларов. Но обратите внимание на чистую прибыль. В 2019 году она составляла 11 миллиардов долларов. Сейчас только 3 миллиарда долларов. То есть уменьшается чистая прибыль. Вот почему мне не нравится Disney. И я вернулся к чату GPT и сказал ему следующее. Покажи мне только те компании, которые дают 30% дохода и соотношение цена-прибыль ниже 20. И он дал мне 3 вот эти компании. А эти акции уже выглядят абсолютно феерично. Например, давайте перейдем на UAA. И здесь вы можете увидеть, что цена акции опустилась прямо до цены IPO. То есть до уровня еще 2007 года. И, конечно, мы можем посмотреть финансовые показатели этой компании. Under Armour. Соотношение цена-прибыль составляет 8,76. Общий доход составляет 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Довольно большие значения. Но, конечно, не такие большие, как у многих высокотехнологичных компаний. Мы, конечно, уперлись в уровень поддержки. Но мне кажется, что пойдем еще ниже. Прямо на 3 доллара мы можем уйти. То есть потерять еще 50% цены. При этом торговый объем увеличивается. И затем я снова перешел к чат GPT. И сказал ему вот что. Если в Соединенных Штатах будет объявлен дефолт, что произойдет с акциями американских компаний? И что случится с американским долларом? И вот что мне ответил чат GPT. Если действительно будет объявлен дефолт, то это окажет серьезное воздействие и на акции американских компаний, и на американский доллар. А также на глобальную экономику. Дефолт в Соединенных Штатах может спровоцировать массовую распродажу на фондовом рынке. Это потому что государственные облигации считаются безрисковым активом. И дефолт подорвет это предположение, вызывая всплеск восприятия риска по всем активам. Американский доллар может также упасть в цене. Я спросил чат GPT, в какие тогда акции лучше всего заходить в такой ситуации. Так называемые активы-убежища. Актив-убежище – это инвестиция, которая, как ожидается, сохранится или увеличится в цене во время рыночных потрясений. Вот несколько примеров. Золото, ценные бумаги, казначейство США. Но тут, конечно, предупреждение, что если в США дефолт, то идея не самая удачная. Швейцарский франк и японская иена. Также это могут быть ценные металлы, такие как золото, платина. Также криптовалюты. Однако это не точно, потому что криптовалюты волатильны. Упадет ли биткоин в цене, если правительство Соединенных Штатов объявит дефолт? Воздействие дефолта Соединенных Штатов на биткоин и другие криптовалюты трудно предсказать с уверенностью. Из-за множества факторов, которые могут на это влиять. Вот несколько возможных сценариев. Биткоин может увеличиться в стоимости, потому что инвесторы будут считать, что это безопасное убежище. Второй вариант. То, что биткоин может упасть в цене, потому что падение на фондовых рынках и общая экономическая ситуация может повлиять также и на криптовалютный рынок. Ну и лично мое мнение такое, что биткоин будет падать и не сможет послужить безопасным убежищем в полной мере. Интересные, в общем, данные. Интересный диалог с чат GPT. Также давайте посмотрим на токен MCRT. В прошлую неделю у нас был очень хороший памп на токене MCRT. Сейчас он немного опустился в цене, но за неделю дал 26% роста, получается. В месячном выражении рост составил 14%. А вот за год токен показал 7,7% роста. Причем год-то был медвежий. Много новостей у нас тут на нашей странице в CoinMarketCap. Крутые турниры у нас будут проходить в ближайшее время. Токены MCRT вы можете купить на различных биржах. Один из самых удобных способов купить токены MCRT, это просто на PancakeSwap через свой криптовалютный кошелек непосредственно. Так выглядит наше Web3 Lobby. Каждые полчаса мы создаем матч, к которому может присоединиться любой желающий. Попробовать выиграть токены MCRT. Также мы запускаем новые региональные сервера. Это будет очень круто. Вы можете подключиться через свой кошелек или зарегистрироваться, если еще не зарегистрированы. Если вы залогинились и зарегистрировались, можете увидеть данные своего аккаунта. Токены MCRT можете купить на PancakeSwap. Сейчас на 1000 USDT вы можете получить. Сколько вы получаете? На 1000 USDT вы получаете 279 000 токенов MCRT. За любую криптовалюту, USDT, BNB, за любую, какую хотите, можете приобрести токены MCRT. Прекрасно, прекрасно. Это моя сделка на IOTA. Мы перешли на мой торговый аккаунт на Bybit. Она в плюсе на 5400 долларов. Люди с меня ржали, когда я открывал эту позицию. А вот вам, ребята, и профит. 5500 долларов. На аккаунте у меня 288 000 долларов. 24400 USDT, MCRT на 51600, также 1 биткоин, юни на 16800, FXS на 10700 долларов и на 3000 долларов эфира. Перейдем теперь на мой твиттер. James Crypto Guru, обязательно подпишитесь. Ссылка есть в описании под видео. MCRT тестит 200-дневную скользящую среднюю, сидит над 100-дневной скользящей средней. По какой цене вы купили свой первый биткоин? И люди тут начали отвечать. UAA – очень хороший актив, низкое соотношение цена-прибыль, растущий доход. На чартах перепроданность. Также токен MCRT попадает в различные рейтинги. И это один из самых недооцененных токенов метавселенных. И здесь, в этом рейтинге, когда мы попали, цена у нас была 0.0035. Капитализация 9.34 миллиона. И суточный торговый объем 1 миллион 770 тысяч долларов. Также я вот один из самых крупных инфлюенсеров. Попал в такой список. Я, извините, ребята, один из самых крупных инфлюенсеров. На PancakeSwap и Uniswap. Также какой-то движ идет на австралийской версии Binance. Они там блокируют платежи в австралийских долларах. И кто-то здесь написал какое-то короткое возмущение насчет того, что нужно предупреждать о таких ситуациях с фиатом. Если вы так будете себя вести, то мы больше к вам не вернемся. Я вообще не понимаю, зачем правительство Австралии делает такие штуки. Потому что блокировать Binance – это все равно, что блокировать интернет. Если вы зарегистрируетесь на Bybit по моей ссылке, там специальная для вас акция. Заведете на бирже 100 долларов и получите бонусов на 1060 долларов. Ссылка, кстати, есть в описании под видео. Я сам торгую в основном именно на Bybit, потому что это очень хорошая и удобная биржа. Вот если вы проходите под видео, вы можете найти эту ссылку, регистрируйтесь, и вы можете получить кучу различных бонусов. Ну что ж, на сегодня, я думаю, достаточно. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем желаю хорошего дня. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.